Дорогие друзья, рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня мы продолжаем программу с участием Сергея Скоморохова, барда, музыканта, поэта, автора книги «Я бегу по облакам». Сегодня вы услышите стихи и песни в исполнении Сергея Скоморохова. Желающих тьма покорить в арест, да только решится не каждый, ведь это не детский компьютерный квест, который пройдешь отважно. Но если решишься, тогда дай обед не сгинуть в любые метели. Чем будешь упрямее идти против бед, тем раньше достигнешь ты цели. Пусть скалы стоят ледяные вокруг, пусть трещин бездонной пасти, не бойся. Страховка поможет и друг, но что еще нужно для счастья? Не в этом ли смысл на вершину идти, на ту, на которой ты не был? Мечту свою видеть на этом пути, под Богом стоять и под небом. И вот ты добрался, и солнце горит, на камне руби свое имя. Пусть знают все те, кто наш руд повторит, они будут только вторыми. От всех восхождений на сердце печать, в одном малом оттиске весь ты. Ты был там, спускайся, чтоб снова начать, другие искать Эвересты. Следующее стихотворение посвящено дому моих родителей, которые жили последние годы. Отец с мамой, прежде чем я их перевез в Ульяновск, в частном деревенском доме под Сызванию. Деревенский дом требует ухода, и, конечно же, старикам тяжело ухаживать за домом, поэтому я их перевез, и это стихотворение посвящено этому родительскому дому. Называется «В стареньком доме». Дверь перекошена в стареньком доме, Пыль оседает на книжной полке, Трешка припрятана на фотоальбоме, Лет беззаботных цветные осколки. Крыши дырявые усталые крылья, Рамы крестами распяты к востоку, У рукомойника днище покрылось бляшками ржавыми без водостока. В проводе скрученном нет напряжения, Свод у печи сквозняками застуженный, Зеркало грязное, в нем отражение шкафа, кровати и хлама ненужного. Крашеный пол за подгнившим порогом, Книжки на столике, Лермонтов, Морец. В красном углу на божнице убогой Чудо творит Николай, чудотворец. Бочка с творитом гниют у сарая, Да и сарайчик наладом уж дышит. Ветер поднимется, все доломает, Пристав налог на недвижимость взыщет. А теперь оптимистическое стихотворение. Мне когда-то приснилась планета, Лес весенний, наполненный светом, На рассвете ложились там росы, У реки околдованной плесом. Я у леса срубил пяти стенок С топором и друзьями, без денег. В доме настишь открытые двери, И еды, и питья в полной мере. А в углу красном образ и свечка, А в другом глядобитная печка. Чугунок в чугунке преет каша, Белый дым из трубы, а не сажа. Обрамляют окно занавески, Их отдернешь луга, перелески, Сад цветущий в вишневый в рассвете. В доме мало-мало бегают дети, И до вечера шума веселья, Без дурного наутро похмелья. Я проснулся с друзьями, без денег, Взял топор и срубил пяти стенок. Следующая песня про Йети. Йети – это «Снежный человек». Но «Снежный человек» – это тоже в переносном смысле. Я знаю, на нашей планете Живет удивительный Йети. Его я не видел, но знаю, Что Йети живет в Гималаях. И все гималайские дети Конечно же, видели Йети. Большой и безродный он вечно голодный, Ему ровно тысячи лет. Он ростом до неба, Я дам ему хлеба, А к чаю в коробку конфет. У Йети глаза голубые, Он любит конфеты любые. Живет он в подземной пещере, Туда заколочены двери. Побраться туда невозможно, Но если чуть-чуть – осторожно. Большой и безродный он вечно голодный, Ему ровно тысячи лет. Он ростом до неба, Я дам ему хлеба, А к чаю в коробку конфет. Огромный доверчивый Йети. Он варит в пещере спагетти. Начальник глядит на Венеру И снова уходит в пещеру. Пузатый, усатый, носатый, И спят до ушей волосатый. Седой и безродный, Он вечно голодный, Ему ровно тысячу лет. Он ростом до неба, Я дам ему хлеба, А к чаю в коробку конфет. Седой и безродный, Я вечно голодный, Мне ровно тысячу лет. Я ростом до неба, Дай мне хлеба, А к чаю в коробку конфет. Вот с этой песни Я как раз стал лауреатом На только что прошедшем Фестивале в Ламах, Фестивале авторской песни. Коротенькое стихотворение Моим друзьям. От слова здравствуй До прощай Кому-то миг, Кому-то вечность, Кому-то ночь виной свечи, Ну а кому-то рубль на чай. Друг мой, Заглядывай на чай, Есть обалденное варенье, Ведь жизнь порой Одно мгновение, От слова здравствуй До прощай. Впереди у нас осень, Заканчивается август. И следующее стихотворение, Осеннее стихотворение. Осень. Кем ты только не была Воспета осень? Вижу я сквозь золотые листья Просень, И не верится, Что завтра будет сляк, Это солнечное небо Будет плакать. Все молочней предрассветные туманы, Паутиной покрываются поляны, Но звенит еще над нами Бабе лето, И на всех хватает солнечного света. Вскоре небо раскиселится, Завьюжит морозь на полгода, Ветер, стужа. Так и человеческое счастье, Солнце день и месяц и ненастья. В 1982 году я в составе Стройотряда Витязи Работал на самом южном острове Курильской гряды, Остров Кунашир, И написал в то время стихотворение, Посвященное этому острову, Но очень долго не мог его доделать. И, наконец-то, в этом году Я смог это стихотворение До вершить. Прощай, прекрасный Кунашир, В любом краю Я помнить буду Твою извечную простуду, Покатых склонов Кашемир И кеды, стертые до дыр. Вот тихий, старец водяной, Ворчит у берега сердито, Как и бездомного корыта, На сушу тучель шлет стеной, И ветер с пенистой волной. Вот сопки месят облака Из взбитой наскоро сметаны, Неспешно курится вулканы, Лениво кашляя слегка С просроченного табака. Шутя накинет мокрый плед Мусон на головы дымящих. Не быть курящим Средь курящих Весьма бессмысленный совет, Когда ты спачкаешь сигарет. Но чуть туман с вершин Сползет в лесные темные анклавы, А светит солнце величаво, Гряды вознесшийся полет, И на трогах вспыхнет лед. Часы безжалостны, пора. В душе и фотоаппарате Величие столбчатого, тяти, И в сердце ширится дыра, А самолет на взлет. Пора. Следующая песня «Березка белая» Обниму березку белую, И подумаю о том, Как душою загрубелою Возвращаюсь в отчий дом. Там на озерце полощица, Без присмотра малышня, Там березовая рощица, Там давно уж лишний я. Ах, березка моя белая, Я твой лучший ученик, Помню, помню, как рабела ты, Когда я к тебе приник, Как текла водица талая, И тоской сжимала грудь, Как ветвями трепетала ты, Провожая в дальний путь. Ах, березка моя белая, Все развеялось, как дым, Был отчаянным и смелым я, Стал разумным до седым, Обниму блеску белую, По весеннему утру, И ладонью загрубелою, Слезы девичьей утру, И ладонью загрубелою, Слезы девичьей утру. И ладонью загрубелою, И ладонью загрубелою, И ладонью загрубелою, Все развея в течение, И ладонью загрубелою, Крутое слое слоя песка моя, Слез и ладонь. Следующее творение называется О своих стихах Подхожу к своему творчеству очень серьезно Стараюсь выкладываться полностью Не допускать Фальши Все максимально от души и от сердца Мечтаю дружно о цветении, едва поклюнутся ростки Наступит время, без сомнений, нальются силы и колоски Ночной забрасываю небо у музы скользкого крыльца И собираю блестки с неба То бриллианты, то пыльца Фотографирую мгновения безделия, радости, тоски Накладывая светотени и концентрируя мазки Кую свои стихотворения из той же стали, что клинок Все филиграннее движение и все отточеннее слог И, как вино из древних амфор, я разливаю всякий раз смесь аллегорий и метафор Вогранку слов, рельеф и фраз И обретают ввысь сравненья и глубину и тайный смысл Пера прилежного скольжения отполировывает мысль И нет достойнее идеи, как разведу я акварель Раскрасить равна орхидею и незатейливый прей Еще на эту же тему одно стихотворение Литературные труды Кому из многих тонн руды, кому дыханием от Бога Отточенным до блеска слогом читателей пленить сердца За главные буквы до конца дано Умом их восхищаюсь И их достичь не обольщаюсь Хоть не единожды уж смог изящно свой построить слог А если где сказал топорно Признаться в этом не зазорно Зазорно не связать двух слов И победить среди ослов Несмотря на то, что практически прожита большая часть жизни До сих пор я остаюсь романтиком в душе Следующее тихотворение как раз на эту тему Есть люди, для которых это все Бесчисленные селфи и шматье От кутюрье изысканный костюм И сумочку из кожи И парфюм От спонсоров поездки за рубеж От банка ипотека на коттедж Козырный номер от ГИБДД А в люксе бар Джакузи и БДД Я всем им без иронии скажу Я сам порою с завистью гляжу И сам я очень даже был бы рад Икрой разбавить крабовый салат И говорить об этом не стыжусь Но спать с другими мыслями ложусь Мне снятся паруса и корабли И острова на краешке земли Следующее стихотворение Параллель 18 век и наш Век 18 Картина в строгой рамке Ты в кружевном корсете В старом замке Я Рыцарь твой колено преклоненной И мук твоих сердечных заключенной Век 21 нас айфоном сфоткал В хрущевке ты в халатике коротком А я В доспехах тех же Я вне моды Пространство Настроение Погоды Колено преклоняет твой языка И не подвластным Мода Векам Ну раз затронута несколько Любовная лирика На эту тему У меня тоже немало стихотворений Но к любовной лирике Отношусь очень Тщательно и скрупулезно При публикации сборника Я отсеял Наверное 90% Стихотворений на эту тему Чтобы не выглядеть банальным Вот Сейчас я вам прочитаю Одно из стихотворений Которое вошло в сборник Подарок мой прощальный Чистый лист Обычный лист формата А4 Сложи его И спрячь в пустой квартире А день придет Найти не пленись Расправь небрежно сложенный листок Пусть будет не концом он А началом Кораблик белый Вспомни у причала И дождик Под которым я промок Цветные Заточи карандаши И нарисуй корабль Тот в синем море И горизонт Пусть в дымчатом просторе Он серебром малиновым расшит Пусть режет гордый нос Его волны На палубе гуляют человечки Рука в руке Есть место для сердечек Рисуй их красным Души разволнуй И может вступенется в этот миг Моя душа за сотни километров От брызг сиреневых И розового ветра Когда ты дорисуешь этот мир Очень люблю детскую тему Писать стихотворения для детей Это очень ответственно И Когда Я берусь за детские стихотворения Конечно же Я стараюсь Вспомнить себя Ребенком И Эти краски Из детства Когда ко мне приходят Тогда Действительно Мысль Откристаллизовывается И У меня иногда получается Написать Стихотворения для детей Они тоже Присутствуют в моем сборнике Вот одно из этих стихотворений Дыры Ростопыры Я бегу по облакам Делаю в них дыры Чтобы Солнце Тут и там Было в целом мире Пяткой весело стучу В тучку Улетучку Не уступишь путь лучу Я устрою взбучку Тучка кинулась во след Погоди за дыра И ворчала точно дед Кто зашьет мне дыры Полетели стучи глаз Огненные стрелы Поручу тебя сейчас Забияка смелый А я молнии не боюсь И дождя, и грома Туча-тучка Я не трус Чуй меня Я дома Рамы вымыла дождем Чистым стало небо И под солнышком идем С мамой мы за хлебом Прыгаем по лужам А в сандалях дыры Просят каши дружно Дыры-растопыры Следующий будет Стихотворение Тоже детское Угадай мою загадку Угадай мою загадку Я с тобой сыграю в прятки Я по дворику брожу Я на лавочке сижу А когда мне скучно станет Позеваю на диване Видишь, хвостик мой трубой Так играю я с тобой Вот спина моя дуга Так встречаю я врага Не дразни без уважения Коготки пущу в сражении А погладишь сапцарапку Коготки запрячу в лапки Не люблю я слово брысь Трусь о ножку Оглянись Тигры, грозная родня Водословной у меня Тетя, черная пантера Учит прыгать с шифоньера Дядя лев велел рычать И на солнышке скучать Я вчера без передышки Два часа ловила мышку Угадай мою загадку Кто такая цапцарапка? Следующее стихотворение Также детское Пыг-скоки Ты по бережку Пыг-скок На песке следочки Рядом реченька бежит Хочешь, окунись А от пяток озорных Запятые точки И уносится река В солнечную ввысь Ты по бережку Пыг-скок Ямочки в песочке Оставляешь письмена Весело шаля От тебя до пескарей Ровно два шажочка Но бежит, смотри, волна Смоет вензеля Ты по бережку Пыг-скок А крике с опаской Что, боишься замочить Ноженьки водой? Посмотри, как стрекоза Кружится надрязкой И карабкается жук На берег крутой Ты по бережку Пыг-скок Розовые щечки И смеются пескари Испугалась рыб Но все так же Вдоль воды Пятки до носочки И все так же На воде Голубая зыбь Ну и еще одно стихотворение Это уже стихотворение Для детей Для юношей Для подростков Больше школьного возраста Интересно, что б случилось Интересно, что б случилось Не случись того несчастья Если б в школе не училась Ты в одном со мною классе Разве смог бы я, принцесса Перейти тебе дорогу Легкомысленным повесой Приставать к тебе, ей-богу Я бы не дергал за косички Не крепил на стул занозы Чтоб пушистые реснички Наворачивались слезы Не подглядывал бы сзади Как решаешь ты задачки Не лепил потехи ради На твою тетрадку-жвачку И у школьного крылечка Я не ставил бы подножки Не дразнил тебя овечкой Не пугал бы дохлой кошкой А потом тебя жалея Я не шел с твоим портфелем По оттаившим аллеям Соловья внимая трелем И не той в ту ночь тропою Я домой бы возвращался Где за право быть с тобою С пацаном одним подрался Я сейчас спою колыбельную Которую написал Ну конечно же Своему внуку Вот у меня два внука Две внучки Написал давно-давно А сейчас вот Вам спою ее Сквозь оконный переплет Лунный свет На одеяле Спит комочком Рыжий кот На потрепанном В журнале Спит в депо Большой трамвай В зоопарке Спят зверюшки Спит у печки Каравай Спят любимые Игрушки Спит у печки Каравай Спят любимые Игрушки Мое чудо Хочет спать Потирая сладко Глазки Пусть подушка И кровать Не спеша Расскажут сказки В небе капелька Расы Полнолунием Застыла Тихо тикают Часы Превращая Будет в было Тихо тикают Часы Превращая Будет в было А когда Придет рассвет Утро Солнышком Прольется Вот тогда Мой непосед Всему свету Улыбнется Приплывут Из-за морей Обезьянка Слон Львенок Засыпай же Поскорей Мое чудо Мой ребенок Засыпай же Поскорей Мое чудо Мой ребенок Сквозь Оконный Переплет Лунный Свет На Одеяле Спит Комочком Рыжий Кот На Потрепанном Журнале Спит В депо Большой Трамвай В зоопарке Спят Зверюшки Баю-баю-баю-бай Белобрысая Макушка Поскорей Засыпай Белобрысая Макушка Мы благодарим Сергея Скаморохова За стихи, ставшие песнями И желаем ему нового, замечательного периода творчества А еще, дорогие наши друзья Мы предлагаем вам познакомиться со стихами Сергея Скаморохова В октябрьском номере журнала «Симбирск» Всем вам, дорогие друзья, света и добра Всего самого хорошего До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok